Для кого праздник, а для кого напряженные трудовые будни. Накануне 8 марта флористы работают в круглосуточном режиме. Ночью формируют букеты, а днём их продают. Но, говорят, дело стоит того. Ещё пару дней назад за такой букетик просили тысячу рублей. Сегодня цена перевалила за полторы. В преддверии 8 марта выручка у цветочников вырастает в несколько раз. У продавцов находятся объективные причины. Зависит аэропорт, поднимает цены, там килограммы зависит, оптовые базы поднимают цены. Оттуда исходит цена нашей розничной уже. То есть получается, что везде-везде надбавки. Розы увеличиваются в цене. Буден день было по 200 рублей, сейчас по 250. Вот реальный конкурент голландской розе. Роза, выращенная в теплице в Осинском районе. Не менее прекрасна, а стоит в два раза меньше. У местных цветоводов мартовские наценки тоже есть, но не такие заметные. Поставщикам платить не надо. Накладных расходов меньше. У нас, безусловно, есть увеличение, но только связано с тем, что приходится работать практически в круглосуточном режиме. К инициативе депутатов Госдумы о проверке рынка цветочной продукции на предмет ценового сговора пермские антимонопольщики отнеслись сдержанно. Доказать сговор, говорят, будет крайне трудно. Все цветочные магазины и киоски не проверишь. Неконтролирующий орган в этой ситуации должен реагировать. Здесь есть конкуренция, реальная конкуренция, когда невыгодно рядом стоящим цветочным павильоном одному повышать, зная, что соседний павильон будет продавать дешевле. Пермяки, как оказалось, привыкли к сезонным скачкам цен. И сверхприбыли оставляют на совести торговцев. Я вам честно скажу, если ты любишь человека, ни одна цена тебя не остановит. Но то, что мы живем в России, это уже давно мы привыкли к этому всему. То есть праздник, не праздник. Главное – любить человека. Люби – не хочу. Пермь вошла в десятку городов России, в которых мужчинам проще всего купить цветы к 8 марта. Аналитики соотнесли количество магазинов и объемы продаж. Елена Иговцева, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей.